Чёрный Беркут Медицинский препарат, снижающий либидо, будут вводить убийцы ребёнка не меньше одного раза в месяц. Это зависит от результатов анализа снижения тестостерона. Гайб Назарова осудили в сентябре этого года за изнасилование и убийство пятилетней Иркижан Нурмахан. До совершения чудовищного преступления он отсидел почти 10 лет за убийство, а в начале мая этого года был приговорён к трём годам ограничения свободы за нанесение увечий другу. Оставшись на свободе, он пошёл на преступление, которое шокировало всех казахстанцев. Пропавшую Иркижан искали всем селом. По словам родных погибшей, подозрение пало на ранее судимого соседа. Тело девочки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили у него в сарае. При этом, по словам родителей, осуждённый искал их пятилетнюю дочь вместе с сельчанами. Кроме пожизненного заключения, суд обязал Гайб Назарова выплатить семье истерзанного ребёнка 100 миллионов тенге. Вопрос трудоустройства осуждённого будет рассматриваться в соответствии с нормами ст. 119, а также по мере освобождения вакантных мест. В общем, если осуждённый трудоустраивается на то или иное предприятие, расположенное внутри исправительного учреждения, то с заработной платы, согласно постановлению о взыскании и на основании ст. 122, удержании заработной платы, пенсии, пособий и иных доходов осуждённых по исполнительным листам или другим исполнительным документам, производится в порядке, предусмотренным законодательством Республики Казахстан, но не более 50% от общей суммы указанных доходов. Оставшиеся после удержания суммы зачисляются на контрольный счёт наличности временного размещения денег.